Господи, Сил, с нами будем, и договор разве Тебе, помощникам скорбых невинам, и Господи, Сил, помилуй нас. Здравствуйте, дорогие мои друзья! Пусть мир и благословение Божие пребывают со всеми нами. Радости, праведности и мира, Духи Святого, доброго всем дня и хорошего настроения. Сегодня Дмитриевская родительская суббота, день памяти, молитвенной памяти всех от века представившихся православных христиан. Важнейший день в жизни наших усопших, когда вся церковь собирается в храмы для молитвы и для духовной поддержки. Я недавно провожал последний путь одного человека, но расскажу историю, потому что она очень назидательная. Есть у меня друг, который живет в другом городе, у него заболела мама. Заболела вот этой болезнью, которой сейчас все болеют. И как-то очень быстро все это происходит. И самое-то страшное, что у родных нет возможности попрощаться. Человек заболевает, его увозят в так называемую красную зону, и все, и связи нет, особенно если человек в реанимации оказался, и слов последних не скажешь. Поэтому насколько нужно быть бережны друг к другу. Потому что когда наступит вот этот момент, никто не знает. И вот пожилая женщина в тяжелом состоянии, в красной зоне. И вот слава Богу, во-первых, конечно, за молитвой. Это очень важно родным, близким быть на связи с Богом. Потому что если человек живет добродетельной жизнью, но Господь, он к нему как-то особо внимателен. Упросил заведующего и главного врача больницы, чтобы допустили священника. Пришел священник в красную зону. Что в общем-то в этом ничего такого сверхъестественного нет. Это нормальная работа. И слава Богу, что как-то в эту сторону стали происходить подвижки в сознании докторов. Потому что важно человеку, особенно верующему, чтобы он или его родные с Богом примирились. Вот этот важнейший момент. Самое главное, что нужно успеть до смерти, это встретиться с Богом. Лицом к лицу, внутри церкви, в таинствах, исповеди, причастия. Иногда это бывает, ну, вот так, на излете. Прихожу, говорю, вот, здравствуйте, я священник, у меня есть такое задание от вашего сына. И она так сразу оживилась. Воздушный поцелуй. Ну, как передать? Я говорю, ну вот, давайте поисповедуемся, причастимся. Ну, а у людей, у которых нет опыта церковной жизни, это сразу вызывает какой-то шок. Батюшка, исповедь, причастие, все, типа, последние часы. И она так головой замотала, говорит, нет. Ну, она не говорит, потому что у нее трубка стоит, это как трахеостома. Я говорю, ну, давайте помолимся. Помолимся Богу. И стал читать какие-то молитвы. Вижу, так слезки потекли. Я говорю, ну, давайте попробуем поисповедоваться. Я буду говорить, какие грехи. Ну, так бывает, когда человек в тяжелом состоянии, что священник, ну, как бы за него исповедуется. Проговорил, говорю, раскаиваетесь. Да, голову наклонило. Прочитал молитву. Рассказал о Христе. И я, что Христос, вот он, Сын Божий, пришел на землю для нашего спасения. Что он основал церковь. И он в церкви остался собой в таинствах, в таинстве причащения. Я говорю, давайте. Будете, она так голову наклонила, помолились, причастились. Таинство соборования, кратеньким чином, в больнице это допустимо, прошли. Попрощались, расстались. Ну, а на следующий день душа отошла к Богу. И, конечно, всякая смерть — это трагедия, это скорбь. Но в христианской кончине жизни нашей всегда присутствует победа. Человек успел, человек сделал самое важное. И ничего не страшно. Не страшно, потому что можно надеяться на вечную жизнь человека с Богом. Не страшно, потому что за него можно молиться внутри церкви во время литургии. Потому что он соединился с церковью через вот эти удивительные целебные таинства исповеди и причастия. Что человеку Господь простил грехи. Во исцеление души, во оставление грехов мы причащаемся. Но и самое главное, то, что для родных вот это свидетельство, что Господь человека принял. И можно, переживая расставание, надеяться на скорую встречу. Ну, правда, потому что каждый из нас очень скоро перейдет эту черту. Даже если впереди 40-50 лет, что это? Это какая-то вспышка по сравнению с вечностью. Это вот эта черточка, которую мы видим на памятнике. Есть дата рождения и дата смерти. А жизнь — это вот эта маленькая черточка, которая пролетает, но в нее нужно успеть, в эту черточку самое главное. Это прийти к Богу и деятельно, не просто в мыслях, не просто в желаниях и в мечтах, а через церковное таинство, причастие с Ним соединиться. Помогай нам всем, Господь! Господи сил, помилуй нас!